Так, запись. Запись пошла. Приветствую вас сердечно, дорогая Валентина Эдуардовна. Давно ждал, наконец дождался. А еще я хочу вам сказать, что много женщин ждут самого разного возраста, потому что мне пишут очень часто вопросы, связанные с различными заболеваниями женскими, как делать профилактику, шейка матки и прочее. Я хотя и проходил в мединституте, я был когда-то субординатором акушер-гинекологии целый год. Но все-таки я же не акушер-гинеколог профессиональный, так сказать. Просто такая у меня компетенция была. Я больше занимаюсь через психологию, через психофизиологию. Там, обучаю людей заниматься любимым делом. Чем их больше, тем устойчивее. Нервная система, эндокринная система, стрессоустойчивость и так далее. При этом многие выскакивают действительно, выскакивают из каких-то сложных ситуаций. А так, в принципе, я хотел именно у вас спросить. Мне даже кажется, нам надо целый вебинар сделать для женской группы. Ну, я думаю, что это очень важная тема, и она многоградная. Я думаю, даже что одним-то вебинаром не обойдемся. Но начать и посмотреть, какой будет отклик, насколько, так сказать, это будет интересно. Тем более, что, как и вы, я тоже предпочитаю целостный подход. Мне кажется, что любой вообще специалист, любой врач рано или поздно к этому приходит. Чем мы больше познаем, чем мы больше изучаем, чем мы больше исследуем, тем больше мы понимаем теснейшую взаимосвязь психоэмоциональных и физиологических процессов. Потому что психика не существует отдельно. Она вся обусловлена. Психика, да, мы уже говорили, это греческая душа по-гречески. И она состоит из, не состоит, а представлена набором эмоций. Конечно, она не может состоять. И каждая эмоция в теле производится набором гормонов. Набор гормонов обуславливается определенными биохимическими процессами, которые запускает либо среда вокруг нас, либо среда в нас. А среда в нас, опять же, обусловлена образом мыслей, тем, что мы наблюдаем, тем, как мы воспринимаем среду. И опять же, все равно возвращаемся как раз к психоэмоциональному состоянию. То есть разделить это невозможно. Так же, как невозможно отделить человека от биоциноза. Так же, как невозможно, ошибка современной лопатии, она лежит именно в этой плоскости. Разделить и пытаться вот таким редакционистским способом помочь. Можно купировать симптомы, можно временно заблокировать, остановить проблему, видимую. Но она уйдет вглубь, она никуда не денется, если не решить, какую проблему купить. И, конечно, вот в этом смысле, я думаю, что такой вот вебинар на основе ваших знаний, на основе вашего вот этого замечательного метода, который дает, мне кажется, вот это состояние основное, от которого человек может отталкиваться, на который может опираться. И мой целостный подход, да, у меня же тоже программа, уже не программа даже, а телософия. Да, особенно с вирусами сейчас вот женщина озабоченная тоже вот. Ко мне совершенно недавно там девушка, она-то в таком, прямо в таком состоянии смятения писала. Она не знает, ей врачи определили, что у нее может быть онкология шейки матки, потому что у нее там, как-то называется, СВЧ или ДПЧ, я забыла. Забыли, вирус попустимого человека. Да, да. Ну и вот, потом вот, я раньше занимался очень много, Сидельникова профессор ко мне присылала девочек после двух, трех, четырех выкидышей. Мы с ними работали, они рожали нормальных, здоровых детей. Такие тоже есть. Сидельникова сейчас нету профессора, она погибла в автокатастрофе, как вы знаете. Ну вот, много женщин, много девочек, которые сейчас вот особенно, С одной стороны, их пугают вирусами, с другой стороны, климат. Последние годы, как вы понимаете, климат стал, вся эта экология. Едим мы не то, что нужно бы есть, пьем не то, что нужно пить. Ну как-то все, вот внешняя экология меняется, и личные отношения там тоже большую роль играют, правда же? Одно дело, влюбленная девушка, а у нее так протекают, как вы знаете, простые. И несчастная любовь по-другому протекает. Ну в общем, как-то вы все можете помочь в этом вопросе? Ну конечно, я думаю, что мы несомненно можем подробно разобрать все эти аспекты, для того, чтобы предупрежден вооружен, во-первых, во-вторых, знание силы, истинное знание, это сила. Это знание, которое базируется на фактах, для нас важны факты, а не гипотезы и измышления, даже если они опубликованы в очень красивых научных журналах. Вот есть выражение, да, the truth will set you free. Истина освободит тебя. Вот мы будем к этому стремиться, потому что из того, что вы сейчас перечислили факторы, мы сразу можем прямо здесь успокоить и адресовать очень многих женщин. Ну в ЭПЧ, так называемый вирус папиллома человека, вот в свое время наш профессор Воробьев написал такую книгу про новым дизейс, заболевания, которые не существуют. Но помимо него есть замечательная книга «Вирусомания» профессора Кляйна, которую мы приглашали на столы с женой Марии Круглой, когда мы делали. И вот он с авторами написал это прекрасное расследование. Ну и в конце концов мы стали заниматься доктор Каухман, доктор Том Холмин. У нас из русскоязычных, помимо меня, те, кто изучают эту тему, я сама исследовала, изучила более там, я боюсь даже посчитать, но я думала, что несколько сотен исследований точно по поводу того, что касается так называемого выделения так называемых вирусов. Я напомню, что вирус переводится с латинского как яд. Яд, так сильно. Это слово подобрал Пастер, и он прекрасно знал, о чем он говорит. Он прекрасно знал, что имеет он дело именно с токсинами, а не с какими-то невидимыми частицами. Но эта концепция была очень удобной медицине, потому что она позволяла продавать огромное количество различных видов лечения, препаратов и так далее. У нас есть, я бы даже посоветовала подготовиться и посмотреть, у нас потрясающий русскоговорящий следователь, вот как раз в вопросе теории заражения так называемой, и вирусологии Екатерина Сугак. Она создала сейчас фильм «Вся правда о коре». На ее примере вы можете просто увидеть, я считаю, что ее посмотрело уже огромное количество врачей, фельдшеров, иммунологов, микробиологов и так далее. Потрясены наши коллеги, да, вот они потрясены буквально тем знанием, которое открывается. Доступ к этому фильму она предлагает всего за тысячу рублей, хотя я считаю, что, конечно, этот колоссальный труд, который она проделала, да, он стоит намного, намного больше и дороже, потому что после этого люди говорят, что, боже мой, как вот я жила или жила всю жизнь, и в этом страхе надуманном, а сегодня, сейчас, когда есть все эти факты, у нее потрясающая логика, да, на дочь сама ученых-исследователей, которые всю жизнь вот работали с, как раз вот с исследовательскими работами, и она с детства, да, привыкла к подходу вот этому последовательному. Такой же подход поведаю и я, и вот я совершенно ответственно могу заявить, что на сегодняшний день никаких выделений не произошло. Все, что мы получаем, это косвенные, да, так называемые признаки, или различные тесты аналогичные ПЦР, которые не могут являться информативными. Его автор, который получил из него Нобелевскую премию, Керри Муллис, говорил о том, что этот тест не может являться диагностическим, он является сугубо исследовательским и обеспечивает очень усеченные знания о последовательности. И мы не можем сказать, какой части среды, потому что среду исследуют, да, среду с огромным количеством биоматериала, где содержатся и клетки, и ткани, и крови, и слизи, да, слизь же тоже у нас имеет, в том числе и белковую природу, да, то есть вот это все представлено, и сказать, что это последовательность именно вирусов невозможна, о чем автор ПЦР-метода и говорил. И все, что сегодня происходит инсилико, то есть компьютере, да, вот эти компьютерные модели, это, конечно, чисто математические модели, никакого отношения к реальной природной жизни не имеющие и дающие, к сожалению, вот эту вот ложную перспективу, ложное представление, а вот эта привычка не знать, а верить, она, конечно, уводит и даже медицинских специалистов в совершенно ложную парадигму, уводя их от сути, да, поэтому я вот тоже призываю не только наших уважаемых зрителей, да, но и любых ученых, кто работает в этой сфере, и любых врачей, начать ставить критические вопросы и перестать совершать логические ошибки для того, чтобы понять, что на самом деле вы изучаете, на что вы опираетесь. Нельзя опираться на знания, которые вы не сумели подтвердить фактически. Надо отматывать и отматывать и отматывать до той поры, пока вы не найдете фатологического опора. И тогда все будет замечательно. Ну, вот Екатерина Сугак, она сделала потрясающую вот эту работу, и я думаю, что она может сэкономить кучу времени как ученым, исследователем и так далее. Все факты она приводит, их можно все найти самостоятельно и подтвердить, да, и вот эту последовательную, логическую, точнейшую модель она выстраивает в своем вот этом трех с половиной часовом фильме. И эти вот люди пишут, да, что посмотрели на одном дыхании. Это действительно интереснейшие научно-исследовательский детектив, но при этом простыми словами, доступный людям и без специального образования, да, совершенно обывателям в этом вопросе. То есть здесь я думаю, что посмотрев этот фильм, вы уже успокойтесь и снимите часть времени с себя от страха вот этих ВПЧ, которые не были ни выявлены, ни подтверждены, ни доказаны. Это первый момент. Второй момент, конечно, то, что вот вы очень правильно определили, да, питание – это то, что определяет нашу среду внутреннюю, не только с точки зрения структурных элементов, да, но, естественно, когда мы едим еду с различными пищевыми добавками, когда мы едим неполноценное, да, у нас питание. Сегодня очень много модных диет, сегодня очень много попыток уйти от животных белков, но здесь даже не столько белки важны, сколько жиры, да, для женского здоровья. Жиры – это просто основа основ. А сегодня нас призывают худеть, слово-то какое? Слово худо, да, худеть. Нас призывают отказаться, да, там от жиров якобы, ну, потому что холестерин вредный, а уже стали публиковать, да, нет, исследования, доказывающие, что это ошибочная гипотеза. И можно самостоятельно найти, я много публикую это тоже и на своих каналах, и увидеть, что холестерин, он не просто невреден, он необходим нашему организму, без него не образуются нейротрансмиттеры, без него не функционирует наша печень, без него не образуется миелиновая оболочка серого вещества, без него не работают рецепторы, без него не работают, нету гормонов, потому что они большей частью своей состоят из жиров, и холестерин участвует в их функционировании. Ацетилхолин, да, ацетилхолин, который содержит холин, вот, который образуется вследствие расщитления холестерина, это рецептор наиважнейший, который обеспечивается, как раз вот достаточно полноценным питанием. Но сами по себе жиры, они должны сопровождаться достаточным объемом минералов, ну и вообще сбалансированным питанием, и мы тоже можем это обсудить, вот как раз, какое должно быть питание в нашем вебинаре, может быть сделать вообще отдельную эту тему. Так что вот я наблюдаю, очень много женщин сегодня, в принципе и мужчин тоже, но у женщин это выражено ярче, потому что у женщин больше расход. Вот с ацетилхолиновой недостаточностью, вот то, что сегодня называют синдром хронической усталости, да, дефицит внимания, то, что постоянная тревожность и так далее, связано как раз очень часто с недостатком ацетилхолина и неспособностью формировать вот эти парасимпатические нейронные связи, которые как раз, вот ваш метод ключ, да, я думаю, что он же весь построен в основном на парасимпатике, на ее активации, но я думаю, что отчасти он позволяет производить вот как раз недостающий ацетилхолин, вот я изучала, да, ваши подкоды, и я вижу эту тенденцию, да, если отследить биохимические процессы, которые происходят в результате ваших упражнений, я думаю, что именно происходит дополнительное формирование выработки нейротрансмиттеров и в первую очередь рецепт сетилхолина, но здесь, опять же, вопрос, а достаточно ли питательных элементов для этого, и прежде всего животных жиров, которые не содержатся больше нигде, кроме как в масле кхи, например, в топленом масле, да, в яйцах, в говяжьем жире и прочее, прочее, то есть здесь питание играет, конечно, в этом смысле колоссальное значение, когда мы видим изменения, трофические частые изменения, да, вот в эпителии, влагалища у женщины, шейки матки и так далее, это часто связано именно с нарушением вот этого жирового обмена. Внешняя среда, да, она имеет, играет значение, но если у нас достаточно устойчивый организм, равновесный, вот мы только что проводили с моими доверителями ретрит, как раз назывался равновесие, мы учились сохранять внутреннее состояние равновесие и обретать его более того, вне зависимости от обстоятельств внешней среды. Внешнюю среду в том числе формируем мы сами, потому что несмотря на экологию, если недостаточно вы находитесь в течение дня на дневном свету, вне зависимости от того, есть солнце или нету солнца, если вы недостаточно гуляете, если вы не соприкасаетесь в прямом смысле с природой, конечно, вы себя обворовываете и можно сколько угодно ругать экологию, но если нет необходимого достаточного природного контакта, конечно же, тело будет страдать. И опять же, прежде всего на физиологическом и гормональном уровне, потому что мы говорили с вами витамин D, так называемый, который не витамин ни разу, а гормон, потому что он имеет собственные рецепторы, он вырабатывается прежде всего не столько даже кожей, вот таким, казалось бы, большим органом, а прежде всего вот в радужке глаз и они тесно взаимосвязаны с печенью нашей и когда мы смотрим, выходим, приветствуем утром солнышко, мы получаем тот самый набор витаминов, так называемых D, которые, еще раз подчеркну, гормоны, нету таких форм, которые мы могли бы принять, которые были бы природосообразны, сообразны и соотносились бы с нашими гормонами, вот эта форма гормонами D, я их подчеркиваю, что это не витамины, потому что витамин это что такое, это коэнзим, кофермент, он участвует в других процессах, гормон D, который любят называть витамином D, он является, еще раз подчеркну, гормоном, потому что имеет собственные рецепты, участвует самостоятельно, а не как кофермент, биохимических процессов нашего организма, и, конечно же, вот та выработка, которая происходит при контакте, с дневным светом, с природой, мы никогда не получим извне, тем более, что в основном этот поликальциферол, который нам предлагают, он в организме никак не представлен, и вообще-то это, кто не знает, я публиковала, да, большое расследование о том, что это, в общем, самый обычный крысиный гибнутый как крысы за счет того, что происходит избыточная кальцификация, обеспечить, сбалансировать достаточное количество крайне сложно, и поэтому здесь другие высокие риски, поэтому будьте в контакте с природой, если мы говорим об экологии, да, начните с этого, и баланс, конечно, внутренний. Что касается вот этого вашего замечательного замечания, замечательного замечания, немножко тавтология получилась, но такая ценная тавтология, о том, что очень имеет большое значение какие отношения, да, в любви или нет, потому что это тоже внутренняя среда, от этого зависит как раз гормональный фон, который мы обеспечиваем эмоциональным своим настроем, но мы решаем, нам быть жертвами или нам быть счастливыми и найти другие поводы для счастья, то есть в любом случае здесь очень важно самодостаточность и самоценность женщины, вот это вот ее понимание своей природы, да, и того, что жизнь на этом не заканчивается, и впереди всегда ждут нас огромное количество встреч, потрясающих отношений, потрясающих людей, и каждого, кто готов, обязательно найдет своя любовь. И это на самом деле такая, как сказать, она может быть звучит немножко пафосно, да, вот эта вот история, но она имеет под собой совершенно, опять же, такую физиологическую основу при всем притом, да, потому что, как мы выяснили, эмоции формируют гормональный фон, формируют определенную последовательность, да, биохимических процессов, вот я всегда говорю, представьте себе железнодорожные полотна, их целая сеть по стране и даже за пределами страны, и они регулируются светофорами, стрелками, которые переводятся, да, где-то есть тупики и так далее, вот это наши биохимические пути, только еще представьте, что они друг на друга слоями, да, много-много-много уровней, вот так вот, это примитивное все равно, у нас все в организме сложнее, все гораздо более множественно представлено, потому что организм имеет много механизмов компенсации, и вот когда мы испытываем те или иные эмоции, мы запускаем определенные гормоны, которые, или нейротрансмиттеры, которые переключают вот эти стрелки в биохимических процессах, определяя, куда пойдет наш поезд, или куда пойдут наши поезда, в тупик, или произойдет авария, два поезда столкнутся, или они пойдут по ровному, правильному пути, более, может быть, обходному, но совершенно безопасному, где можно будет посмотреть самые красивые виды нашему организму, да, и так далее, когда мы это начинаем понимать, мы понимаем, насколько действительно важен наш эмоциональный пул, и еще один момент, да, я коснусь его, и мы, я думаю, должны тоже будем отдельно разобрать на вебинаре, сегодня очень молодеет секс, да, прям начинают уже со школьной скамьи, к нам, сколько бы ни ругали, все равно приходит, мы принимаем там новое МСП ВОЗ, которые говорят, что вот там надо все равно детей учить, там с молодых ногтей, как правильно заниматься сексом, ну, во-первых, секс и акт любви это два разных вообще процесса, и это не только вопрос несчастной, счастливой любви, да, это вопрос вообще прежде всего, да, потому что когда акт происходит в состоянии любви, оболочки женские, ну, собственно говоря, как мужское состояние, они совершенно по-другому подготовлены, не происходит никаких тропических нарушений, изменений, не происходит того повреждения тканей, которые происходят при просто сексе, тем более сексе с использованием там различных презервативов и любрикантов и прочего-прочего, организм сам себя готовит, и когда этот акт любви, он, естественно, сопровождается определенной подготовленностью организма и минимальными повреждениями, если вообще есть какие-то повреждения, да, у девочек, у девушек молодых до 20 лет цилиндрический эпителий в той сфере, цилиндрический, он не готов к отношениям вот таким, да, он не готов, это будет травма обязательно, это будет изъязвление, которое потом найдут, как эрозию, шейки матки, например, или как скажут, ой, мы у вас обнаружили ВПЧ, хотя, конечно, никакой не ВПЧ, а это компенсаторные процессы организма, которые пытаются восстановить тропические процессы, слущенным он становится, да, то есть готовым, только после 20 лет, то есть должно произойти определенное созревание, и, конечно же, ранний секс, особенно если это секс с разными партнерами, там, с половыми партнерами, мы сейчас не говорим с точки зрения морали совсем, но есть причина, по которой была такая общественная мораль, потому что это вопрос созревания готовности организма, да, и никакие вакцины, так называемые, да, но я вообще напомню, что гордосил является препаратом, уже доказано официально, огромное количество исков, судов, в тех же самых штатах международных, гордосил, который вот применяют в качестве так называемой вакцины, является препаратом бесплодия, его, собственно, и создавали с этой целью, да, потому что перенаселение же все боятся, как бы не ресурсов нам хватило, хотя это еще один мир из многих существующих, да, но если мы, ну и нет смысла возмущаться, говорить, что вот какие негодяи, опять же, мы растрачиваемся, да, и мы начинаем, даже слово возмущаюсь, внутри у меня все возмущается, и раз, и у нас там столкновение, аварии вот этих поездов наших биохимических, да, а нам бы нужно посмотреть и понять, да, мир такой, какой он есть, он всегда таким был, и он всегда таким будет, он не изменится, потому что люди разные, но надо бы с собой разобраться, и как мы начинаем понимать свою природу, когда мы начинаем, вот мне нравится слово праздновать свою природу, да, когда мы ее осознаем в контексте мироздания биоциноза, мы обретаем совершенно иную внутреннюю силу, не только, и далеко не столько эмоциональную и психическую, духовную, сколько прежде всего в том числе и физиологическую. Я вот вас слушаю внимательно очень и думаю, что очень много людей, которые нуждаются в том, чтобы задавать вопросы, задавать вопросы вот по ходу, и вот как у нас сложится вот этот вебинар, и наверное, я так думаю, может быть целый ряд вебинаров, потому что это такая тематика, которая просто касается почти всех и каждого, потому что и вот как мы это построим, вдруг нам начнут обращаться, вот к вам будут задавать вопросы чисто клинического характера, допустим, девушка скажет, вот у меня премесячных боли сильные, у меня голова болит, я не могу два дня там чувствую себя нормально, у меня там пропадает работоспособность, спать не могу и так далее, как мне поступить, и вот здесь надо как-то сориентироваться, будем ли мы на такие вопросы отвечать, или это все-таки клиническая практика, которую нужно делать совершенно не вебинарных условиях, а в клинике и там консультации и так далее. Я не буду говорить за клиницистов и за клиническую практику, потому что, как я уже сказала, я не приветствую редакционистский подход, и именно поэтому я не практикуюсь как врач, хотя, как мне сказали, моих исследований уже хватило бы на несколько диссертаций, и меня совершенно не интересует вот эта сфера, меня интересует действительно то, что я могу дать людям непосредственно, вот так же, как вы, работая с людьми. Поэтому я предпочитаю холистический подход, провожу холистические сопровождения тем, кто к ним готов и кому это нужно. Это не медицинская практика, но мы касаемся всех аспектов, начиная вот от, потому что вы перечислили набор симптомов, которые могут быть вызваны огромные... Я понимаю, понимаю. Более того, никогда... Во-первых, симптом есть всего лишь симптом. Да, я понимаю. Медицина аллопатическая предлагает нам как причину, причинами, как правило, не являются. Это является либо триггером в лучшем случае, когда мы можем обнаружить триггер, либо одним из, может быть, где-то отчасти какой-то причиной, но чаще всего это именно промежуточный процесс, то есть до истинной причины, как правило, медицина современная не докапывается и в силу ограниченности по времени, и в силу ограниченности вот именно в подходе и так далее. А причин может быть огромное количество, начиная от зажатости в детстве, просто непосредственно трудности взросления, какого-то эпизода в период именно пубертатного формирования. Взаимоотношения с матерью имеют колоссальное значение. Ну и, конечно же, как я сказала, питание, самоценность, самоощущение, подвижность физическая, какой образ жизни я веду. Если у девушки сидячий образ жизни, они сегодня все в гаджетах сидят, все в компьютерах, она может быть у нее работающая, сидячая, или она студентка, или она вообще школьница, и у нее застой просто элементарно, застой в органах малого таза, не только, даже в матке. Конечно же, у нее будет тяжелый, болезненный цикл. И здесь иногда, особенно если девушка молодая, нужно совершить всего, предпринять несколько простейших шагов, а не бегать и не пугать себя различными. Я сейчас не призываю не ходить по врачам, Боже упаси, законодательство современное нам этого не разрешает, и я всегда вообще считаю, что человек сам творец и хозяин своей судьбы и сам решает, какой подход ему наиболее эффективен и подходящий. Но, конечно же, всегда, я считаю, что необходимо просто, вне зависимости от того, верующего человека или неверующего, но познать, понять ресурсы своего организма, посмотреть, что мой организм может сделать самостоятельно при моем правильном подходе, при пересмотре своего режима дня, режима питания. Важно же не только, что я ем, а как и когда я ем. Это что же имеет значение? Вот я, насколько понимаю, извините, я, насколько понимаю, мы можем выстроить этот вебинар, если и не один, но именно как просветительский такой, профилактический, гигиенический, чтобы у молодых людей вырабатывался некий внутренний компас, как ориентироваться, когда они с врачами общаются, там, с гинекологами, с другими врачами, чтобы они были критичнее. Критичнее, да, формулировали вопросы, формулировали бы их правильно. И чтобы сразу выморок не падали, когда им ИПЧ скажет, что вот теперь у меня будет онкология, все, и вот она сидит и не может ничем заниматься, только вот тем, плачет там, сидит ночами. А по поводу онкологии, если позволите, я тоже два слова скажу, потому что эта тема сегодня такая очень острая. кто ищет, тот всегда найдет, это первое. Онкология, ну, опять же, я опираюсь на исследования, да, я опираюсь всегда на определенные эмпирические данные и исследования, которые есть вот в доступе. Проводились исследования, да, завещали, допустим, НАСА даже проводил такой эксперимент, и, по-моему, 200 югов завещали свои тела для последующего изучения вскрытия, которые они занимались йогой, по врачам не ходили и так далее. Огромное количество опухолей, небольших, незначительных, было обнаружено в их телах после уже очень поздней смерти по другим причинам. По другим причинам. Почему? Потому что организм всегда компенсирует себя сам, и опухоль может быть, она не является сама болезнью, она является неизвестной. И что-то таким образом организм пытается или инкапсулировать, или временно, скажем так, в кокон поместить, да, чтобы не повредить остальные ткани. И это нельзя тревожить, потому что это процесс, это вот как взять и потревожить яйцо, икринку, еще что-то такое. Мы нарушим очень какое-то действительно таинство, вот этот процесс. И ни в коем случае эти процессы, конечно, вмешиваются без понимания того, что ты делаешь. Нельзя, я, например, это не приветствую. И потом я напомню, что наши патологоанатомы советские, они всегда говорили нам о том, что при вскрытии тоже обнаруживали у людей пожилых, даже не пожилых, а уже у таких очень-очень-очень зрелых, тоже обнаруживали опухоли, но они не являлись причиной смерти. Да, я понял. Вот я хочу у меня подвислить, Хосе Магомедович. Сейчас нормально? Нормально? Да. Я хочу вас попросить может быть мы сделаем даже несколько таких вот вступительных роликов, может быть даже короче, чем сейчас, но несколько, чтобы как-то сориентировать людей, чтобы они пришли к нам не лечиться, а пришли к нам просветиться, что когда они будут там со своими врачами общаться, чтобы они были в здравом смысле, не падали в обморок, когда им говорят какие-то слова, чтобы слова им не навредили дополнительно, врачебные такие вот, как говорится, раньше говорили такое, тот не врач, после разговора с которым тебе не станет легче. А сейчас врачи такие, у которых нету времени, и как-то они сразу диагноз ставят, и вот потом ко мне подростки обращаются, девочки, говорят, вот мне врач такое сказал, я теперь не знаю как быть, и к маме пошла, мама говорит, я в этом не разбираюсь, мама не разбирается в этом, а ей куда деваться, то есть тогда придет к нам. Совершенно верно, да, ну вот мы с этого начали, этим и завершим, да, истина сделает тебя свободным. Вот нужно стремиться к познанию, к истине и не пугаться, потому что мир устроен очень мудро, тело наше устроено очень мудро, нужно научиться пользоваться вот этими потрясающими природными ресурсами, которые нам даны, для того, чтобы жить красиво и счастливо. Спасибо. А вот, к сожалению, медицина много лет как раз занимается тем, что пугает людей, для того, чтобы их лечить, лечить их бесконечно, потому что рынок лекарств требует, так сказать, своей реализации. но и мы заложниками. Я прошу прощения, поэтому так легко сегодня стало замещать врачей искусственным интеллектом. лекарств потому что мы отказались от этой роли целителей, к сожалению. Когда целостно воспринимаем всю процедуру человеческих процессов вместе с экологией, вместе с образом жизни, вместе с его любимыми делами, его мечтами, мечтает ли он или нет, или он только все время боится заболеть, что какое-то осложнение получать и не существует и только занят тем, что пытаются выживать в этой среде. Сейчас среда стала токсичнее. Совершенно верно. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Я был очень рад вас увидеть и послушать. Я надеюсь, к нам теперь будут адекватно приходить с вопросами именно за знанием. За знанием я надеюсь, что останутся они удовлетворенными, потому что по крайней мере очень многие избавятся от панических каких-то ожиданий в связи с какими-то диагнозами своими какими-то недугами. То есть они будут приходить понимать, успокаиваться, ориентироваться. И с этим нужно показать направление, правда? Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Дорогой доктор. До встречи. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok